Доброе утро. Доброе утро. Хотела сообщить, что завтрак готов. Право, никто не спустился, но... Я не голоден. Приятного аппетита вам. Разве так можно? Тебе ведь понравились мои завтраки? Ты только скажи, что захочешь. Собственно, ручно всё приготовлю. Вообще-то я хотела спросить, ты ведь вернулся насовсем, так? Нет, ничего такого. Останься, пожалуйста. Ты... Будешь рядом с отцом и с семьёй, вместе легче пережить тяжёлые времена. Ты нуждаешься в семье. А семья нуждается в тебе. Еремеханом. Это особняк Эгеменов. Здесь нет никакой семьи. Здесь лишь одни Эгемены. Хм... Должна была быть свадьба года. Только вот не поняла, везучие мы или невезучие. Клянусь, не поняла. Честно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Ах, мой родной. Не знаю, мой ли ты сын или нет, но ты мне душу разрываешь. А я... Я нюхала, чтобы определить, грязное или чистое. Так раньше делали, так делали. Да, конечно, конечно. Это же очень разумно. Я увидела, что ты входишь в комнату и решила поздороваться. Тетя Кереме, мы не смогли с тобой поговорить. Ты привыкла к новой работе? Правда, этот особняк полон событий. Ты хорошо выглядишь? Я в порядке. Мне здесь очень хорошо. Слава богу, все хорошо. Видно, видно, что тебе спокойно. Быстро привыкла к особняку, к его обитателям и даже к тем, кто здесь не живет. Как я вижу, вы сблизились с Синаном, да? Конечно. У меня всегда были хорошие отношения с молодежью. А Синан хороший мальчик. Скромный. По нему не скажешь, что он из богатой семьи. Сердцу хотелось, чтобы он... Сердцу хотелось бы, чтобы он здесь жил, да? Сердцу хотелось, чтобы влюбленные воссоединились. Удачи, тетя Кереме. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо. Добро пожаловать. Проходите. Добро пожаловать. Поднимемся наверх в гостиную. Там удобнее говорить. Добро пожаловать. А где Эджи? Эджи? Эджи ушла. В школу ушла. А... Она пошла туда, чтобы доказать своему безмозглому зятю, что она еще на высоте. Нам надо поговорить. Я хочу поговорить с Хазымбеем, чтобы он забрал ее из школы и перевел в частную. Не начинай со своей частной школы. С ней что-то происходит, и ты скрываешь. И она скрывает. И насколько я понимаю, от вас я ничего не узнаю. Ну все, раз поняла, я тебя поздравляю. Мне надо поговорить с Хазымбеем. Для меня это важно. Не сможешь поговорить. Почему? Он с полицейскими. Полиция? Да. Наверняка по поводу смерти Гюзиды Хану. Ты посиди здесь. Дождись меня, хорошо? Я только поговорю с Хазымбеем и сразу вернусь. Но... А я думал, что-то произошло важное, раз вы пришли сюда. Это обычная процедура Гюзиды Ханбей. Ничего подозрительного в данном случае не выявлено. Давление упало или еще что-то может быть. Вы говорили, место, где она упала, находится в слепой зоне. Да, камеры заведения сфокусированы на лестницу. То есть места, откуда упала ваша тетя, к сожалению, нет. К сожалению. Господин полицейский, господин полицейский, я дала неполные показания. И хочу кое-что добавить. Куда вы все это несете? Асинан Бей, ваш отец распорядился раздать вещи Селинханам нуждающимся. А, Селин. Я твой брат. Брат. Когда я увидела, что покойная лежит на полу, я так разволновалась. Я так расстроилась. Я не знала, что делать. Я очень-очень расстроилась. Так расстроилась. Госпожа, вы хотите добавить еще что-нибудь? Нет. Точнее, на данный момент нет. Но кто знает. Может, я еще что-нибудь вспомню. Вдруг что-то еще всплывет в моей памяти. Тогда я и расскажу. А в данный момент нет. Позвольте, я вас провожу, господа полицейские. Мы впустую потратили столько вашего времени. Большое спасибо вам. Ничего страшного. Мама? А. Ты все сказала. Теперь моя очередь. Спасибо. Проходи. И что за бред ты сейчас там несла? Бога ради. Какой бред? Я дала показания. Мне еще и за это, что дала показания, надо отчитываться. Ну все, дочка, давай. Хватит, уходи. Давай, у меня дела. Мне надо еще с Кереме поговорить. О чем ты будешь с ней говорить? О, Боже. Я должна отчитываться перед тобой. Я поговорю с управляющей. Более того, я буду говорить с управляющей собственного настроения. Я что, должна обсуждать это с тобой? Давай сделаем так. Прежде чем ты поговоришь с Кереме, мы поговорим с тобой о Кереме. Ты что, с утра пораньше решила испытать мое терпение? Мама, у меня возникают нехорошие подозрения относительно этой женщины. Скажи мне правду, кто она? Кто? А? Кто такая Кереме Йолдос, которая нам вовсе не родственница? Клянусь, у меня не осталось больше сил. Я сыта по горло. Хватит. Ты пришла сюда поиграть в детективы? Или что делать? Что это такое? Кереме? Кереме да Кереме. Хватит. Займись проблемами сестры. А ты позволишь мне заниматься проблемами сестры? У тебя телефон звонит. Сестра, Кереме. Мама, сколько секретов ты скрываешь? Сколько? Телефон. Забудь про телефон, я не буду отвечать. Сначала ты ответь. Смотри, смотри, скажи алло, 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 говори. Алло, Хазан, скорее приезжай. Не узнала, кто? Это я, Бурджу. Это же стало очень плохо, Хазан. И стало плохо в школе. И все она должна знать. Ничего не спрашивай. Будь в неведении. Куда это ты? Ты куда? Иди. Бога ради, иди. Хоть отдохну пять минут от тебя. Ягыс. Ягыс. Быстро отвези меня к сестре, пожалуйста. Пожалуйста. А. Ладно, Угус. Все в порядке. Хорошо. Я встретился с этим. Насчет охраны. Если невестка каждый день будет так просыпаться после обеда. Надо посмотреть еще объявлений. В магазин нужен сотрудник. Сейчас я позвоню. Что-то быстро ты начала ворчать, как свекровь. Как только невестка лишилась своих денег. Да я уже просмотрел там кучу объявлений. Не везет же твоему брату. Стал зятем самого Эгемена. А вынужден искать работу за какие-то копейки. Ну что, говорит Агус. Он не обиделся, что ты ему не сказал? Не обиделся. Я ему не сказал. Он не знает. А почему сейчас не сказал? Не сказал и все. Хватит уже об этом, а? Что не сказал? Субтитры сделал DimaTorzok Кто знает, что ей наговорили? Какой разнос ей там устроили? Наверняка над ней издевались. Ну, разумеется. Хороший повод. Не у каждого бывший возлюбленный становится зятем. Невероятно. А я еще просила тебя о помощи. Просто удивительно. Где она? Где Эдже? Бурджу, где моя сестра? Где она? Она заперлась в туалете. Эдже! 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 Эдже, я пришла. Открой дверь. Сестра пришла. Эдже, открой дверь, пожалуйста. Я отвезу тебя домой, сестра. Эдже, пожалуйста, открой. Я очень боюсь, Эдже. Эдже, пожалуйста, открой. Эдже, пожалуйста, открой. Пойдем, милая, пойдем. Все позади. Ну, что вы смотрите? Ничего, милая, иди сюда. Пойдем. Редактор суб размеров Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Я отвезу вас в особняк Стой, стой, останови у обочины Я не могу поехать в таком виде, я не могу поехать в таком виде Останови Если хочешь, мы можем посидеть где-нибудь Давайте выпить что-нибудь Или поедим что-нибудь А лучше поедем ко мне Побудем немного вместе А вечером я тебя отвезу Видишь, что бывает, когда все держишь в себе Ты сорвалась на своих друзьях Они, конечно, наговорили тебе обидных слов, но Не надо было держать в себе Если бы ты делилась со мной То до такого бы не дошло, сестра Давай, рассказывай Ну же, послушай, единственное, что я... Ну, сначала я Я тоже хочу кое-что знать Если ты так страдаешь из-за этого негодяя То что тебе нужно от моего отца? Успокойся, пожалуйста Я и так спокоен Ведь я, будучи абсолютно спокойным, вытаскивал тебя из туалета Твоя сестра Отбросит бомбу в наш дом Создаст нам проблемы с этим негодяем Переживет нервный срыв из-за него А я, как ее пасынок, должен оставаться спокойным, так? Так что ли? Послушай Я никого не навязывала твоей сестре, понятно? Твоя сестра сама захотела Она захотела, так и получилось А ты что хотела? Ну? Что тебе нужно от моего отца? Обещаю Обещаю тебе Я не смогла уберечь ни свою честь, ни свое сердце Но тебя я спасу Никто ничего не узнает И никто тебя не обидит Поздравляю тебя Честное слово, браво! Это было нечто Ты так хорошо ее понял и все уладил Если бы ты не вмешивался и не влез в наш разговор Она бы открылась мне Неужели? В таком мире ты живешь Она тебе ничего не расскажет, кроме денежного счета Конечно Она бросает своего нищего возлюбленного И выходит замуж за богатого, влиятельного старика А давай-ка мы сядем и будем разгадывать эту загадку, Хазан Проснись уже, проснись Ты не услышишь ответа от сестры Деньги Вот и весь ответ, который ты можешь получить Деньги СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Можешь верить во что угодно Но я знаю свою сестру Она не такая, как ее мать Послушай, я знаю, как это тяжело для тебя Ты не можешь знать Ты даже представить себе не можешь Ты хоть раз заменил ей отца? А? Тебе приходилось заменять ей отца? А мне пришлось Делаю то, что велит мне сердце, брат Любовь толкает на отчаянный шаг Слишком тяжело На то и любовь Разве бывает легко? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мне было 10 лет, когда я заменила этой маленькой девочке отца Пока мать, став ее менеджером, таскала ее по агентствам Ради каких-то копеек Хорошо, хорошо Хорошо Конечно, такому роботу, как ты, и так все хорошо Хазан, послушай, я не робот Был бы я роботом, я... Я бы не делал этого Ну, то есть На роботов слезы не действуют Роботы ведь из металла И они не будут делать из пальца платок Что за палец платок? Это... Ну, роботы Ну, в общем, я несу бред полный Потому что слезы заставляют меня нервничать Немного напрягают Я же тоже имею чувства Ладно, мне нужно идти А ты позаботься о своей сестре Позабочусь Я позабочусь о своей сестре Ах Приди в себя Приди в себя Обрати внимание на язык тела Скажи своему брату Пусть не морочит тебе голову Между ними что-то есть или будет Редактор субтитров А.Семкин